Что бы ни случилось, в этот вечер малыш ужасно расстроился. Он рвал и металл, и никак не мог успокоиться. Он топал ногами, кидал игрушки на пол и громко кричал, и даже немножко заплакал. Ай-яй-яй! Большой удивился. — Почему это ты вдруг так рассердился? Малыш вздохнул и грустно ответил. — Потому что таких злых малышей не любит никто на свете. Никто-никто. — Ну, — сказал Большой, — это просто смешно. Злой ты или нет, я люблю тебя все равно. — А если бы я стал медведем и жил в пещере, ты бы тоже любил меня? Ты уверен? — Конечно, — ответил Большой. — Как же иначе, медведь ты или нет, я люблю тебя все равно. — А если бы я был противной зеленой букашкой, ты любил бы меня? Тебе бы не стало страшно. — Что тут скажешь? Только одно. Я люблю тебя, люблю все равно. — А если бы тебе и букашка кажется милой? — Что, если бы я зубастым стал крокодилом? — Крокодилом на свете часто живется не сладко, но я бы обнял тебя и уложил в кроватку. — А если любовь износится и ослабеет, можно её как-нибудь починить или склеить? — Этот вопрос можно задавать бесконечно. Я знаю только, что буду любить тебя всегда. А когда мы умрём, и нас обоих не станет, скажи, Большой, ты любить меня перестанешь? Большой подошёл и встал у окна. В небе ночном сияла луна, и звёзды сверкали в небесной дали, словно что-то сказать хотели, но не могли. Смотри, как светят звёзды в окно. Светят и те, что погибли давно. Они освещают моря, города. Любовь, как и свет, не умрёт никогда. Следный вопрос «Конечно». Продолжение следует...